Продолжение следует... 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 то есть interpretательный железный артист. Для создания новой стежки, в основном, в форме, в форме, в виду. То есть, это что я представлю в этой оканде, в целом. В этом случае, как пирожный, вы считаете такой автодюрной? Вы также представили в институт, Продолжение следует... Он работает, что-то, что-то, что-то позволяется, что-то не позволяем свой вести в годы, через время. И мне кажется, что, не знаю, до того, чтобы стать autodидактой, в этот момент, мне позволяет, более-менее, создать свою жизнь. Сер más libre. Exacto, свою жизнь, libre. И, в конце концов, что-то, что-то, что-то очень-очень, что-то, что-то, так я считаю, чтобы сделать свои дела, предложить, чтобы сделать статистическую статистику. Из-за первой экспозиции коллектива denominada «Чивуакос», я имею в виду, что это было первой из первой работы, до того, что изменилось в техниках в качестве в качестве артиста? Это очень долго. Эта экспозиция «Чивуакос», я помню, было в 1985. Imagините, это было много лет. Я тяну 17 лет, и в момент, из-за первой, это было в таком процессе паулатин. Каси 40 лет. Да, это обедение ленту, паулатин, но постоянно. ¿Подолжение, может быть, у вас есть молодость или у вас считает что, он не может прежде, Ну, теперь я считаю, что я думаю, что я думаю, что я думаю, но мы работаем с утопией. Если утопия, как говорит Эдуардо Галлиану, то есть, если я приеду 10 метров до утопии, то утопия остается 10 метров. То есть, мы работаем с этими утопиями, которые мы никогда не вернемся. Но, собственно, это было линдо, что мы в постоянном обучении, в постоянном обучении. Как вы definите эту тапу, эта экспозиция? Как вы definите это? Как вы получите, что вы получите, что вы получите, что вы получите, что вы получите? Сейчас я печатаю на серии кадров, центров на символизм. И я взяла его символом как элемент эстетического, который мы примите на исцеление���象. И в реагности, нам примите на основном процессе, на основном, который мы применим на механизмом. Когда у человека, у нас быстро никогда не нужно выполнять коммуникацию, а, до начала, через слово, то, через песни, с графики. Поэтому для меня это является символом, вероятность к себе, к человеку, к себе, когда начинает свою бюджет, и я хочу, чтобы communиться. Какие образы есть в салоне экспозиции? Какие образы компонны Транс и Муэстер? Там как более 50 образов. В этом есть одна образа, который я использовала 2-3 годы, который я использовала Сантуарий, и новое, что я попал в этом году практически. Мы видим сейчас часть того, что возникает пластина, от которого я имею в виду, Марко Теран. И мы видим, как у вас сказал, у нас было это бейко, между тем тем, сестру и тем, сестру, что всегда есть в нашем ancestors, и у нас есть у нас одна тутивная, что вы хотели показать, даже с кроматикой каждой одной из этих obras? В этом году я искал цветы, которые вовлежатся эти ансестрации, которые вовлежатся из-за природы, которые вовлежатся из-за природы, как, например, из-за природы, из-за природы, из-за природы. Entonces, el color es estudiado en ese sentido, para evocar esa ancestralidad. Pero también es una ancestralidad que la he traído a lo contemporáneo, porque todavía seguimos utilizando el símbolo como elemento comunicacional. Entonces, también mi pintura es contemporánea. ¿Qué color tiene Inbabura, por ejemplo? Incluso usted como pintor invabureño, si le dicen pínteme Inbabura, ¿qué color usaría en esta nueva Inbabura del siglo XXI? Para mí Inbabura siempre ha sido fiesta. Colores como los violetas, turquesas, morados, blancos, amarillos. O sea, mire, si vamos a La Esperanza, por ejemplo, de las indígenas, ¿cómo visten? Eso es una luz, es una fiesta realmente cromática. Y creo que justamente de ahí hemos bebido, no solo yo, sino los pintores invabureños, hemos bebido de esa fuente cromática importante. Por ejemplo, vamos a Otavalo, a la Feria de Ponchos. Eso es increíble, la parte cromática cuando uno mira. Entonces, esos colores creo que representan muy bien nuestro espíritu de invabureños. Perfecto, importante dialogar y conversar con un artista plástico invabureño, hecho a mano dura, como dice, hecho en las calles, hecho con el pincel hecho con los lienzos. ¿Quién se encargó de la curaduría de su obra? ¿Quién estuvo al frente también para un poco organizar también la muestra? Bueno, tuve el honor, el privilegio de que la curaduría me haga Paco Salvador, que es el director de danza del grupo Muyacán desde hace muchísimos años. Entonces, él con su visión aguda y que conoce estas partes del sincretismo andino y conoce mucho de lo que es la simbología también ancestral, acertadamente tuvo a bien hacerme la curaduría y refleja esto en el texto que tengo en el catálogo. Perfecto. ¿Dónde está la muestra para quien quiera ir a visitar, ver las pinturas? ¿Y hasta cuándo va a estar también la exposición? La muestra está ahora mismo siendo exhibida en el Centro Cultural del Cuartel, en el segundo piso. Si se entran por la puerta principal, ahí está una gigantografía tremenda y ni a dónde perderse, subiendo al segundo piso. ¿Hasta cuándo está abierta la muestra? Está abierta durante todo este mes de mayo y creo que dos semanas de junio. Ya, ahora, de los cuadros que están en exhibición, ¿algunos están a la venta también? Toda la obra está a la venta. ¿No tiene uno que se quiere guardar para su casa? Bueno, sí tengo unos preferidos por ahí y otros que ya están vendidos también. Perfecto. ¿Un pintor cuelga la brocha en su vida o seguirá pintando hasta que esté en la tierra? Yo creo que es nuestra esencia, es mi esencia. Yo creo que pintaré por siempre. Creo que es lo mejor que puedo hacer porque me conduce a una autorealización, a conocerme a mí mismo y es lo que me satisface hacerlo como ser humano que vivo en este planeta. Perfecto. Así es que la obra está mostrándose en el Salón Cultural del Cuartel, Trance del pintor imbabureño Marco Terán. Vaya disfrute de la cromática, de los colores vivos, de la fiesta que representa Imbabura a través de los cuadros de Marco Terán, quien nos ha acompañado ya en el cierre de Pulso Informativo, apoyando también al artista imbabureño, al artista local y, cómo no, a este excelente pintor. Le damos las gracias a Marco Terán. Les invitamos a que visiten el cuartel también y visiten su obra y su exposición, Trance. Un buen fin de semana para todos. ¡Gracias!